Сегодня ты узнаешь, как сделать обложку для своего трека, на примере обложки для моего трека. Погнали! На три вещи в этом мире можно смотреть вечно. На мои видео, на мою неперезойденную лысину и на то, как кто-то работает. Поэтому... Привет, мазефакеры! Меня зовут Дахандра, и сегодня я покажу вам, как я делаю обложки для Адриана. А вы действительно думали, что он сам всё делает? В моём понимании, обложка состоит из основы и вспомогательных элементов. В качестве основы вы можете использовать ваши фотографии, изображения из интернета, картинки, арты, рисунки, эскизы, всё, что вашей душе угодно. Главное — красиво и грамотно это стилизировать. Помните, что большинство дистрибьюторов не пропускают просто картинку, скопированную из интернета. Вспомогательные элементы — это шрифты, фильтры, различные значки, рамочки. То есть всё, что поможет создать полноценную композицию вашей обложки. Кстати, рамки пропускают далеко не все дистрибьюторы, поэтому прежде чем приступить к созданию твоей обложки, внимательно ознакомься с правилами модерации на выбранной тобой площадке. Для начала определимся с идеей. За меня уже всё решили. Мой заказчик хочет видеть колесо в пламени, которое находится по центру изображения на изумрудном фоне. Также я добавлю название трека, собственно, и псевдоним. А тем временем я создаю проект разрешением 3000 на 3000 мегапикселей. Подписываю его. Обложка для трека. Я беру заготовку картинки из интернета. Выбрала цвет там, поскольку мне неудобно играться с вот этими вот всеми вещами. Это слишком долго и муторно. Я беру пипеточкой цвет. Создаю новый слой. Этот слой я удаляю. Этот слой я подписываю фон. Беру инструмент заливка. Он находится вот там, где три точки. Заливаю фон. Далее беру мягкую круглую кисть на 1500 пикселей. Непрозрачность выставляю на 20%. И по центру ляпаю вот такой кружочек. Далее, что мы делаем. Я беру из своей заготовочки вариант первый этого колеса. Вот, допустим, вот такое графическое пламя. Располагаю его по центру. Подписываю его в вариант 1. Далее беру еще одну заготовочку. Убираю вот тут глазик. Уменьшаю ее. Пламя на этом колесе выполнено более в реалистичном стиле. Я решила показать вам два варианта, чтобы было более наглядно. Допустим, вот такой у нас есть. Его можно сделать побольше. Мне кажется, красиво будет. Вот, вот так допустим, да. Ну, его я убираю. Подписываю вариант 2. Эти варианты я объединяю в группу. Подписываю я эту группу в варианты. Прожимаю Ctrl-S обязательно. Далее, допустим, оставим вот этот вариант. Чуть-чуть его побольше сделаем. И немножечко. Мазафакер, с сегодняшнего дня ты можешь подписаться на мой бусте и смотреть новые ролики еще до того, как они выйдут на этом канале. Теперь я буду регулярно сливать туда отрывки своих еще не вышедших треков, бэкстейджи со съемок и различные секретные секреты по сведению музыки. Ты просто вдумайся. Там будет все то, что тебе не показывают другие звукари. Здесь мы тоже будем продолжать заниматься сведением музыки, но там ты узнаешь, как я свожу свои треки прямо-таки от и до. Тебе осталось только подписаться и включить режим хатика, потому что я уже как раз-таки начал работать над одним из таких видео. А еще ты получишь доступ к тем плагинам и программам, которыми пользуюсь я. И еще много разнообразного контента. Ссылка, ты знаешь, где Мазафакер? Как всегда, она в описании. Я жду тебя на бусте. Присоединяйся. Окей. Далее я хочу добавить текстуры моему фону с помощью вот такого изображения рваной, ну не рваной, а такой более мятой бумаги. Располагаю, как мне удобно. С помощью комбинации Ctrl-U я делаю немножечко такую зеленоватую эту бумажечку. Далее перехожу в режим наложения и выбираю здесь что-нибудь из вот этого. Допустим, экран. Делаю непрозрачность на 20. Давайте на 30. На 30. И перемещаю под варианты. Вот, отлично. Далее я хочу объединить вот это вот с фоном, чтобы у нас ничего лишнего не путалось под ногами, скажем так. Далее я добавляю текст. По просьбе нашего заказчика я не могу показывать название шрифта, но вы можете играть с абсолютно любыми шрифтами, их большое-большое множество. Вы можете даже создать свой с помощью определенных программ. Я подписываю название трека. Делаю размер, допустим, 80. Вот мне хочется 80. Далее вы можете настроить ваш текст вот таким вот образом, перейдя вот сюда, настройки текста. Я ставлю тут обычно 110%. Но мне больше нравится немножко такой вытянутый текст. Он более гармонично, что ли, смотрится. Здесь можно изменить расстояние между буквами и так далее. Вот, добавим, собственно, псевдоним. Также тут немножечко поиграемся со стилем текста. Здесь я поставлю 100. Немножечко уменьшу расстояние между буквами. Отлично. Двойным нажатием на слой с текстом вы открываете меню настроек наложения тени, внутреннего тиснения, свечения, всего-всего только можно. Для этого текста я буду использовать тень. Тиснение я использовать не буду, поскольку шрифт и так уже достаточно круто стилизирован. Так, касаемо тени. Тут я играюсь абсолютно всеми крутилочками. Пока я не увижу то, что я хочу видеть. Допустим, давайте быстренько немножечко подкрутим здесь вот таких штук. Ну, в общем, как вы видите, абсолютно все, что угодно вы можете сделать. Тут можно менять угол. Вот на этом маленьком экранчике видно, как, собственно, накладывается тень. Можно по нему отслеживать, если вам неудобно смотреть на сам шрифт. Уменьшаем непрозрачность. Сделаем поменьше размах. Чуть больше. Вот, ну и допустим, мы немножечко вписали, да. Немножечко вписали наш шрифт. Ctrl-S обязательно. Далее переходим к псевдониму. Используем ту же день, но только сделаем ее чуть поменьше, допустим. К данному тексту я добавлю немножечко тиснения. Далее мы можем наложить фильтр, который я взяла в том же Яндекс.Картинки. Я беру это изображение, перетаскиваю. Там его можно в Camera Raw обработать, как вам хочется. И меняю просто ему режим наложения. Вот, допустим, берем экран. Все это сверху у нас находится. Изменяем его непрозрачность. И, собственно, вот что мы получаем. Можем сделать чуть-чуть побольше. Мне кажется, так будет лучше. Можем его переместить, допустим, вот сюда. Красиво будет. Далее, что мы можем сделать еще? Мы можем на фон наш добавить рамочку. Инструментом прямоугольная область. Выделяем нашу обложку. Далее правой кнопкой мыши выполнить обводку. Выбираем, в моем случае, белый. Вы можете любой свой цвет. И я ставлю примерно на 15, лучше 12 мегапикселей. Давайте сделаем потемнее фон. Немножечко его вот таким вот. Да. Немножечко поиграемся с цветом бумаги, с ее яркостью. Мне кажется, она слишком ярка. Закроем варианты, чтобы нам не мешало. Добавим текст в одну. Группу. Вот фильтр плюс. Пусть сверху стоит. Также не забывайте экспериментировать, все двигать, перетаскивать, соединять разные изображения, пробовать новые цвета, новые кисти. Будьте готовы, что не все будет даваться сразу, легко и просто. Особенно сложно придумать идею, воплотить ее в реальность и нормально, в принципе, все это реализовать. Запаситесь терпением и все у вас получится. Я буду периодически появляться на канале Дарьяна для того, чтобы рассказывать вам о других интересных работах. Также, если вы подпишетесь на мой канал по ссылке в описании, то вы сможете принять участие в конкурсе, где я разыграю обложку среди тех, кто прокомментирует видео. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить море полезной информации и возможность выиграть обложку.